Сами, путём именно покаяния и понуждения себя к правильной человеческой жизни, хоть немножко формируя целостность своего духовного состояния, мы можем, обращаясь к Богу, действительно дать положительный импульс этой душе. Не пройдёт свет сквозь стёкла, замазанные чёрным лаком. Так и наши молитвы в той степени будут действенны за наших ближних людей, в какой мы хоть немножко почистим эти стёкла своей души. Вот только так! Я почему бы в этом говорил? Потому что народ часто прям поязычески понимает. У нас записочки, записочки. Записочки подавать можно, можно просить священника, но, как пишет епископ Феофан, затворник, прямо говорит, что если сами мы не будем молиться, то наши, оказывается, записочки все оказываются бессмысленными и бесполезными. Причина он указывает. У священников слишком много записочек, чтобы они могли за каждое имя молиться. Это же надо знать, что мы не магией занимаемся. Христианство – это не магия. И там, где нет искреннего отношения к своей душе, и тем более души отношения к своим ближним, там мы ничего не сделаем. Не упоминанием имени мы поможем усопшему человеку, а именно своей правильной жизнью, своим покаянием. Очистим хоть немножко стекло своей души, чтобы свет Божий прошёл, пал, благотворно пал на душу этого человека. Вот, оказывается, какое дело-то! Это чрезвычайно важно знать. А многие в каком-то, знаете, в каком-то языческом представлении о поминовении усопших записку подать. Вы что? И что? Вы думаете, что священник произнесёт это уже всё? Это может быть ничего! Как мы хотим! Да, я подал записку, а сам пока, батюшка, ты будешь читать записки? Я схожу там в магазин. Замечательно! Это надо знать, надо это понимать, и не обманывать ни себя, не лишать наших умерших родственников и друзей, не лишать их помощи, обманывая себя и их. Только, только в той мере, в какой мы вот поскребём стёкла своей души, мы можем действительно оказать помощь нашим усопшим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...